Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что пишет азербайджанская пресса. Минвал АЗ опубликовала статью. К сведению Волкова, мы можем повторить. Вот, генерал Волков и как раз вся ситуация, что происходит на сегодняшний день на территории Карабаха. Подробнее сейчас ознакомлю. После того, как отечественные СМИ сообщили о провокации, совершенную в субботу перед входом в объекты золоторудного месторождения и медно-малибденовой залежи, сейчас, как бы сказать, не пустили азербайджанскую делегацию. Она должна была осуществлять свою миссию, и она была вынуждена возвратиться в Шушу. Сейчас уже ни у кого не возникло сомнений, что авторами сценария этого церкового представления было само командование российских миротворцев во главе вот с генералом Волковым. Так, на прошедших до этого, 3-7 декабря, встречах в Хаджалы, так, Хаджалы, так, вот карту Азербайджана нашел, так, Хаджалы, вот Ханкинди, вот Хаджалы. Так, была достигнута договоренность о том, что временно размещенные на грызочной части Карабахско-экономического региона российский контингент обеспечит доступ мониторинговых групп к указанным объектам, создаст необходимые условия для выполнения ею своих служебных задач и примет необходимые меры, исключающие провокации со стороны. Ясно, что карабахские армяне могли совершить провокации и ясно, что миротворцы должны были навести порядок там. И отправляясь утром по имеющим адресам, азербайджанская делегация рассчитывала на добросовестное выполнение так называемыми миротворцами взятых на себя договоренностей. Иначе зачем нужно было дважды до этого встречаться? Ну, конечно, если 3-7 декабря встречались, обговорили, что мы придем, будем делать инспекции, а тут раз и сюрприз азербайджанским, как сказать, этим самым должностным лицам. Но вместо этого члены делегации вдруг стали свидетелями очевидного сговора командования российских миротворцев сепаратистами, среди которых, как ожидалось, нарисовался засланный казачок Рубен Варданян, вздумавший, как говорится, купец Кнуров с разговорами лезть к членам мониторинговой группы. Дескать, я здесь госминистр, разговаривайте со мной. А, Варданян сразу направился к азербайджанцам, говорит, вот, я здесь главный, я хозяин этого Карабаха, вы со мной разговаривайте. Я представляю, азербайджанцы были в шоке, увидев этого госминистра Варданяна. А и кто он такой, они не поняли. То, что Варданян никто, и звать его никак, лишний раз объяснять не стоит. Он, собственно, и сам это хорошо понимает. Если Баку поставил перед собой задачу остановить эксплуатацию рудников, то с ней так иначе справиться. Пусть в этом никто не сомневается. Достаточно будет следующий свой визит, мониторинговой группы совершить в составе бронетанковой колонны. Все правильно пишут. Надо было заезжать не на автомобилях, а бронетанковую колонну целую запустить туда. Вместо автомобильного кортежа под управлением двуличных российских военных. В общем, надо на следующий раз будет Ильхам Алиеву дать приказ БТР и БМП подтянуть танки, беспилотники, вертолеты, самолеты и всю делегацию, как сказать, охранять. Но зачем доводить ситуацию до этой точки, если бы, казалось бы, в деловой конструктивной обстановке достигнутся договоренность о проведении мониторинга без всяких эксцессов. Ведь нет мне абсолютно никакой сомнений, что информация о скором визите сюда делегации азербайджанцев была слита провокаторами самим же командования российских миротворцев, которые спланировали весь этот, ну, там, кстати, перформанс написано. Вот только вопрос, зачем это все было сделано, чтобы гарантировать прекращение меньше через три года миротворческой миссии, ну, типа, сами нарываются, что уже не пять лет, а уже пора в этом году заканчивать миротворческую миссию, или чтобы спровоцировать спецоперацию, на что Баку с учетом неуполнения Армении пункта четвертого трехстороннего заявления и без этих дешевых провокаций имеет место. Мониторинговая группа на рудники попадет и миссию СУ выполнит в любом случае. Сорвать несколько раз, может быть, кому-то удастся, но достичь азербайджанцев поставленной цели не получится. Вот правильно, да, Азербайджан должен навести порядок, как бы, в Ханькинди, в Хаджалы, и вот эта карта, видите, здесь не показана загрызок, ну, понятно, видите, на карте, что здесь все азербайджанские земли, и там командуют российские миротворцы и варданян, которые говорят, я тут главный, со мной все разговоры. В общем, вот такая ситуация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok